Всем привет! Вы на канале DLDo И сегодня мы с вами поговорим о новинке конца 2019 года А именно о отвертках от компании Milwaukee Откуда он знает порядок цен? Откуда у него эти отвертки? Ну вот так вот! Ну а конкретнее мы с вами поговорим о магнитных отвертках с трехгранной рукояткой Как я уже говорил ранее, это новинка конца 2019 года Поэтому их официально в продаже еще нет Но очень скоро они появятся у всех официальных дилеров И цена будет более чем адекватная Они будут продаваться как в наборах, которые вы сейчас видите на экране Так и поштучно Цену на них приблизительную вы сейчас можете увидеть на экране И сейчас прихерели даже официальные дилеры Откуда он знает порядок цен? Откуда у него эти отвертки? Ну а теперь поговорим немного о технических характеристках Данных отверток Несмотря на то, что это достаточно простой ручной инструмент И все их преимущества описаны в названии В народе принято начинать с хороших хвистей Поэтому давайте начнем с плюсов данных отверток К ним первым делом, пожалуй, я отнесу рукоятку Так как она трехгранная, затягивать крупный массивный крепеж Гораздо удобнее, чем с отвертками, скажем так, с классической круглой рукояткой Также эта рукоятка достаточно хорошо прорезинена Когда я первый раз увидел на фотографиях ее Потом, когда первый раз увидел ее в блистере вживую Мне показалось, что это просто, ну скажем так, такой полуматовый, такой шершавый пластик Чтобы не скользило На самом деле это прорезинивание Сделано оно достаточно глубоко Сейчас вы можете увидеть на экране, как сильно она продавливается То есть слой не маленький И это на самом деле позволяет очень хорошо держать отвертку Делать очень крепкий ухват И при этом она не будет скользить в руке Это прям такой большой жирный плюс К следующему плюсу я, пожалуй, отнесу то, что наконечник, стержня магнитный Это позволяет достаточно легко закручивать и удерживать Такой крепеж, как SL, PH, PZ и так далее Торкс, соответственно, но он уже хорошо держится за счет своей посадки Если это хороший винт и саморез, то, соответственно, из торкса Ну как бы выпасть винту достаточно сложнее Чем, к примеру, из PH, из PZ, а про SL я вообще молчу Магнит здесь хороший Держит он достаточно хорошо Сейчас вы можете увидеть на экране, как он примагничивает крепеж Поэтому это еще один плюс в сторону этих отверток Последний ярко выраженный плюс Это, естественно, их цена Как я уже не раз говорил в своих видео Оснастка и ручной инструмент у Miloki стоит более чем адекватных денег Даже несмотря на то, что вы фанат и хотите себе купить всю линейку от Miloki Использовать, к примеру, только родную оснастку И помимо электроинструмента иметь весь ручной инструмент от данной компании Несмотря на все эти плюсы, которые я перечислил ранее На самом деле цена у них более чем адекватная За эти же деньги вы заедете на любой строительный рынок Вы, возможно, даже не купите отвертки GROSS Вы, возможно, даже не купите отвертки Craft Tool То есть, на самом деле, для хороших, качественных отверток Именно вот с такими данными Которых практически еще нет То есть, именно трехгранная рукоятка Бла-бла-бла То есть, это новинки Но даже брать конкурентов, скажем так, с похожими характеристиками Вы, возможно, даже в эту цену не найдете нормальных отверток Поэтому цена – это огромный-огромный жирный плюс Ну, а теперь пора поговорить и о грустном Это будут не конкретно только минусы Это будут плюсы с их слабыми сторонами То есть, я буду говорить о плюсе и о его недоработках Конкретных минусов, прям минусов Чтобы вот прям я был дико расстроен В этих отверток нет Но есть плюсы недоработанные Давайте начнем И первым плюсом, перетекающим в минус Или недоплюсом Является одна из их основных фишек Это многогранный стержень Который позволяет вам дозатягивать крупный крепеж Какой-то серьезный крепеж Или, наоборот, расслаблять какой-то уже кислившийся крепеж И так далее При помощи ключа Разводного ключа Крокодила Не важно, там, пассатижи, если у вас много дури Но, конечно же, лучше при помощи ключа Который вы сейчас видите рядом с этими отвертками Он здесь не зря Во-первых, ну, это как бы, в принципе, немного сомнительная фишка Я не совсем вижу дофига жизненных реальных ситуаций На стройке, где это реально пригодилось Где мне это прям бы очень реально пригодилось Скажем так, в автомобильной слесарке Это может пригодиться Но там в этом плане лучше подойдут ударные отвертки Да, если уж в слесарке крепеж нормально так окислился То есть, если он там уже прям прикипел То ключом вы его тоже не выкрутите То есть, это либо уже ударная отвертка Ударно-поворотная То есть, ручной гайковерт Либо непосредственно уже электрические, аккумуляторные, пневматические гайковерты То есть, вот этой фишкой вы там много чего не сделаете Но, опять же, говорить о том, что вы какой-нибудь PH будете очень сильно так тянуть ключом Ну, во-первых, в принципе, отвертка начнет выскакивать из самого крепежа И не даст вам делать какую-то сумасшедшую затяжку Вы сейчас можете увидеть на экране попытки это сделать То есть, я сейчас буду немного закручивать в брус разный крепеж И вы поймёте, что эта фишка работает на самом деле, ну, так себе Если крепёж прям мега хороший, а не китайский какой-то, да, где отвертка даже не может сесть до конца в него И проворачивается То, возможно, ещё у вас что-то получится Но так как у нас 80% крепежа дерьмо То непосредственно эта фишка как бы вообще немного теряет свой смысл И, опять же, это есть не на всех отвертках То есть, вы можете увидеть сейчас на экране, что это не на всех абсолютно отвертках То есть, к примеру, это есть на PH, на SL, на маленьких отвертках Но этого, к примеру, нет совершенно на торксе И это меня немного поразило Потому что торкс-крепёж, он прям, ну, крупный всегда То есть, обычно, когда уже производитель крепежа понимает Что затянуть PH будет нереально такой крупный крепеж То есть, бита будет норовить выйти наружу из шляпки крепежа Они делают торкс, потому что у торкса, соответственно, крутящий момент Позволительный, скажем так, да, гораздо больше Посадочное место у него лучше, крепче и так далее и тому подобное И вы делаете PH и SL с возможностью до затяжки Но при этом делаете круглый стержень на торксе Ну, я не знаю, мне кажется, это немножко недоработка Недодумка и как бы немножко бредовая тема Ну, как бы это чисто мой взгляд на эту тему Опять же, я не считаю эту фишку основной То есть, почему я её отнёс к плюсам и к плюсам, перетекающим в минус Потому что я не считаю эту фишку основным преимуществом данных отверток То есть, те три пункта, которые я назвал сперва Это их основа Это базис, из-за которых я хочу их купить И, как я считаю, из-за которых многие захотят их купить А фишка с до затяжки, это просто фишка Следующий недоплюс, это их маркировка Маркировка у них достаточно хорошо выполнена сверху Такая крупная Если вы храните отвертки в сумке электрика Или в рюкзаке То вы всегда сверху на рукоятке видите это обозначение Либо PH, либо PZ, либо SL, либо TORX Всё достаточно крупно Также, если у вас отвертки лежат в ящике То там сбоку ещё, рядом с надписью, тоже есть небольшая То есть, менее крупная, но тем не менее маркировка есть Минус этого всего Потому что совершенно нихрена не обозначено Какой именно это TORX Какой именно это PH и так далее Другие производители делают это цветами Мелоки цветами это не делают То есть, они сохраняют свои классические чёрно-красно-белые цвета И у FACOM это сделано цветами на рукоятках, там, оранжевые и так далее Не могу сказать, что это удобно тоже очень сильно Надо запоминать, какой цвет, чего, куда И когда у тебя хреново гора инструмента Это не так легко сделать Но, ребят, если вы сделали такую тему прикольную, крупную Здорово Напишите сверху, что это Как только вы его достанете из блистера Всё, пиши пропало Вы не найдёте ни одного обозначения Какой это TORX, 20-25 Вообще, какой это PH И ладно, если в случае с PH и PZ это гораздо легче То есть, да, у тебя PH-2, PH-1, PZ-2, PZ-1 Ну, то есть, это, скажем так, два варианта Которые визуально очень легко отличить Но, опять же, доста в отвертку уже Из посадочного места в рюкзаке То есть, вы занимаетесь хернёй каждый раз Ага, какой это у меня PH О, какой это у меня PZ С TORX-ами вообще жопа у вас стоит Там 5-6 TORX-ов в ряд И всё, и до свидос То есть, зачем? Почему? Возможно, они не хотели удорожать То есть, соответственно, да Нанести лазерную гравировку на стержень Или выполнять, скажем так, разные рукоятки То есть, это запускать производство конкретно Я понимаю, да Ну, сделайте два варианта Я не знаю Но я понимаю, что все хотели дать людям Дешёвые отвертки на производстве И так далее В штаб-квартире, там, я не знаю Это моё мнение Они хотели дать людям продукт Который, ну, сейчас, как бы, у людей с деньгами жопа Давайте быть откровенными То есть, эконом Более экономные продукты Продукты более дешёвые Особенно бренды, да Пытаются дать тебе хороший продукт За меньшие деньги Поэтому это актуально Как бы решение этого вопроса Решение этого вопроса есть Берёте маркер Почему он опять в кадре И, собственно, наносите Вот на эти места Вы сейчас можете увидеть на экране, как я это делаю Наносите, соответственно Сразу, как достали из коробки Промаркировали Потому что потом только крепёж Я не знаю, там, какой глаз-алмаз Поможет вам определить Какой конкретно это торкс Если, вот, как я уже сказал С ПАшами и ПЗ-ами всё гораздо проще То с торксами прямо беда полная Это решаемо, да Перманентный маркер Наносите себе сразу Храните в рюкзаке Всегда видите, что вам нужно доставить Да Но, тем не менее Я считаю это недочётом Я думаю, что всё-таки Если они У них есть очень дешёвые биты А у Милоки оснастка Вообще одна из самых дешёвых И они там наносят Лазерную гравировку Что это? ПАш какой? ПЗ Какой это торкс? Ну, неужели так сложно было Сделать это на отвертках? Не знаю Там Отлить это в рукоятке Возможно, более Трудоёмкое, скажем так Да Потому что рукоятки однообразные На всех торксах И так далее Но, к примеру Сделать лазерную гравировку На стержне Хотя бы Но я всё-таки Хотел бы это видеть Сверху на отвертке Потому что Когда они уложены У тебя в рюкзак Ты всегда норовишь Как бы сперва Понять, что тебе нужно достать Это охренеть Как экономит время Реально Я уже повторяюсь Но это реально Вот вам Всем Производителям Это очень экономит время Потому что тебе не нужно Там копаться То есть Знаете, когда Я рассуждал с одним мужчиной Насчёт того Что Что такое мастер То есть Такой достаточно Пожилой дядька заказчик Был такой Повидавший жизнь Там Побывавший в депутатах И он знает Знаешь, как я определяю мастера Это Результат Поделенный на количество движений То есть Чем меньше человек делает Левых движений И получает Максимум результата Тем больше он мастер И вот Когда начинаются Все вот эти вот Левые движения Ты достал Посмотрел Достал Посмотрел Ты теряешь время И это выглядит Непрофессионально Поэтому Когда ты Имеешь маркировку Определённых продуктов Почему это так важно Ты сразу схватил Что тебе нужно Сделал задачу Положил на место Поэтому Я считаю Что это такой Как бы устранимый минус Но он весомый Но он весомый И я не знаю Почему В Миллоке Об этом не подумали Ещё друзья Есть один плюс О котором я забыл сказать Это Проушина в рукоятке Многие думают Что это сделано Только для того Чтобы на витрине Их вешать на крючки При продаже На самом деле Это не так Это проушина Сделано для того Чтобы вы могли Одевать туда Страховочные верёвки От напульсников Не знаю Там страховочные жгуты И так далее И тому подобное У Миллоки Тоже есть вся эта Страховочная тема Если вам интересно Пишите в комментариях Мы покажем Расскажем Сделаем обзор Всей страховочной темы От Миллоки В следующий раз В следующие разы Её там достаточно много Поэтому Если вам интересно Пишите И вот этот плюс Он хороший То есть он без минуса Он просто хороший плюс И Знайте об этом Ну что ж друзья На этом всё Спасибо за просмотр Надеюсь вам Как всегда Понравился данный обзор Надеюсь он Как всегда Будет вам полезен При выборе отверток Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте Вам мелочь Нам приятно Также подписывайтесь На нас в инстаграм И я хотел бы напомнить Что сейчас Я запустил конкурс Как только на канале Наберётся Тысяча реальных подписчиков В живых Я не накручиваю Специально Я Разыграю Хороший Достойный приз И Если вам интересно Чтобы он был новогодний Осталось буквально 50 подписчиков Поехали И тогда всё будет окей Всем до встречи В следующем обзоре Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok